всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня мы снова находимся в балклаве наша цель дойти до серебряного пляжа также планирующую попасть на крепость показать вам крепость чембало которая является одной из главных достопримечательностей этого курорта гулеваясь по набережной увидев вот это цветущее дерево которое находится прямо во дворе храма 12 апостолов это друзья цветущий миндаль посмотрите как красиво цветет на улице сейчас очень тепло где-то плюс 14 градусов несмотря на порывы ветра ветер кстати не холодный тоже теплый но на днях обещают сильные похолодания заморозки до минус 9 10 градусов говоря что даже пойдет снег поэтому мы все ждем снега у меня даже теплой курточки нет она в судаке придется мне возвращаться в судак чтобы не замерзать сильно но смотри какая красота отсюда видно даже балклавская бухта вон все катера стоят у причалов и вот такой шикарный цветущий миндаль давайте немного приближиваем его посмотрите вот так друзья в крыму феврале расцвели деревья но к сожалению сейчас будут заморозки неизвестно что с ними случится каждый год в начале весны а иногда даже зимой в бухте балклавы что под севастополем можно наблюдать необычный феномен всю ее акваторию заполняют медузы миллиарды аурелий превращают воды бухты в сплошной белый студень лодки катера и дорогущие яхты стоят среди этого месива а сами медузы выбрасываемые на набережную волнами хлюпают под ногами прогуливающихся у моря людей по словам ученых это явление возникает вследствие ветровых и генеральных течений в результате чего медузы скапливаются на акватории балклавской бухты как в мешке также побочным фактором служит достаточно высокая температура как воздуха до плюс 20 градусов тепла так и воды до плюс 14 градусов в этот период аурелия или ушастая медуза один из наиболее распространенных видов медуз обитающих в акватории черного моря бросив первый взгляд на воду в бухте не замечаешь ничего необычного разве что большие белые сгустки медуз но оглянувшись по сторонам видишь что они везде и чем ближе подходишь к пирсам и пришвартованным лодкам тем большее количество медуз предстает взору в некоторых местах это просто сплошной кисель на поверхности которого даже начинает скапливаться мусор ощущение такое будто кисель настолько густой что по нему можно спокойно добраться до лодки сами же медузы напоминают ледяной корку если вы будете идти по набережной то дойдя до ее конца здесь начнется вот такая тропа это есть та самая друзья тропа которая ведет к первой башне этой крепости вот смотрите расположить крепость уже не так далеко кажется и здесь находится одна из самых красивых и самых легкодоступных смотровых площадок в балаклаве балаклава городок находящийся на юго-западном побережье крыма добраться до него из севастополя очень просто что на автомобиле что на автобусе а его виды покорят вас навсегда балкала находится в очень живописной бухте первые упоминания они есть в поэме гомера одиссей в общем понятно что древних времен это место пользовалась популярностью у людей удобная закрытая бухта в которой не бывает штормов красивые виды и много рыбы кстати само слово балклава переводится с крымско-татарского как рыбное гнездо гуляя по набережной назукина можно легко убедиться в верности этого названия по количеству рыбаков и сытых котов последним даже есть своеобразный памятник балклавский кот находится он в начале набережной напротив входа в музей вот и поднялись на смотровую площадку как видим она пользуется популярностью люди сюда тоже сегодня пришли довольно таки много несмотря на нашу погодку и вот такие прекрасные виды открываются на балклавскую бухту есть пару скамеечек друзья можно посидеть послушать шум моря и полюбоваться этой красотой прям у стен древней генуэзской крепости чем балу вот так она выглядит все что от нее осталось сейчас пойдем выше там башня уже будет немного получше которая сохранилась и посмотрим на нее возможно на нее и поднимемся потому что это уже традиция бывать здесь и подниматься на эту башню и конечно же покажу вам виды которые открываются с нее вон то домик юсуповых видите самый последний такой стоит разрушенный к сожалению прям на набережной красота и вот в этой горе проходит тоннель который заплывают подводные водки лодки в которой заплывают подводные лодки там час музей находится можно посетить экскурсию но к сожалению зимой экскурсии не работает только весной либо летом вот такая друзья красота живем в прекрасном месте нужно наслаждаться всей этой природой крымом но и конечно же давайте отправляться дальше чтобы не терять много времени чтобы успеть вам больше всего интересного показать с набережной легко подняться к развалинам генуэзской крепости чем балу построена еще в 14 веке нашей эры и неплохо сохранившийся до наших дней популярное место для посещения генуэзская крепость она представляет собой своеобразный музей расположившийся на просторах живописной бал клавы является одной из любимых крепостей крыма у туристов возведенная в средние века сооружение было свидетелем самых разных исторических событий пережила военные действия нескольких эпох и сейчас чем балу считается одним из важнейших историк архитектурных памятников с 1380 года крепость построена генуэзцами бал клаве стала именоваться в их документах как чем балу существуют разные версии перевода этого названия но ни одна из них не является абсолютной более того название могло возникнуть как переосмысление предыдущего греческого симбалон или чем балу звучат очень похоже от посещения средневековых руин у туристов остаются самые положительные впечатления вот мы уже поднялись чуть повыше здесь башня которая сохранилась прям очень хорошо и сейчас поднимемся на ее вершину покажу вам виды оттуда вот такая друзья крепость видно что тут стоят еще такие руины виден за какие-то были укрепительные стены видно вот фундамент фундамент спуск вниз тоже видите какие-то комнатки здесь квадратные внизу есть просматриваются из фундамента здесь тоже был какой-то городок когда-то для начала покажу вам крепость как она выглядит внутри сюда внутрь можно пробраться потому что в стене пробили дыру и сейчас мы сюда пролезем старость не радость друзья все мы внутри этой крепости внутри этой башни вот так она выглядит вот такой вид если смотреть вверх конечно было бы неплохо если бы эту крепость восстановили видите начать с каждым годом все хуже и хуже у нее состояние и уже скоро она вообще разрушится но стены здесь такие метра на по три по два видеть тоже какой-то такой окладка идет интересно здесь как будто был колодец непонятно что это за углубление но как видим менталитет людей везде побросать свой мусор к сожалению и расписать вот стены вообще против такого чтобы красками расписывали скалы либо так стены в крепости это же история друзья не нужно вандалить нигде относитесь ко всему к этому с памятью ну и по традиции друзья поднялись на эту крепость на эту башню отсюда открывается потрясающие виды посмотрите толщина и и около ну не знаю трех метров возможно немного больше 3 метра где-то 20 сантиметров здесь можно на повозках кататься конечно вид сейчас вам покажу просто фантастически открывается с этого места посмотрите за моей спиной в уйти конечно немного страшновато за то что здесь широкая стена но все же вот такая друзья крепость такая история нам еще нужно двигаться в ту сторону на пляже около четырех километров поэтому путь предстоит сложный по горам там по дорожкам идти вот такая башня вид сверху только что были вон там внизу и вот такой шикарнейший вид открывается просто на балаклавскую бухту и на балаклаву у ветер потише сильные порывы ветра ни в коем случае не этого никогда не повторяйте не залазьте сюда смотрите ролики все вам покажу видеороликах вот смотрите с высоты очень хорошо просматривается фундамент который внизу видите еще не то были сооружения укрепительные возможно какая-то стена была сейчас это все вот в таком конечно плачевном состоянии нужно все восстанавливать вот она балаковская бухта смотрите вот возле катера вот это белое это море медузы их там просто тысячи прибились к берегу и вот такой видок конечно очень красиво шикарно но наш путь продолжается еще выше самой главной башни вот она находится на реконструкции но же сколько я все помнил до сих пор на реконструкции находится делает или не делает непонятно но сейчас покажу вам ее тоже изнутри возможно поднимемся на ее вершину если там будет стоять лестничка для нас ну и конечно же пройдем дальше пляжу покажу какие виды открываются оттуда поднялся крепости как видим она вся закрыта забором находится на реконструкции уже много-много лет сожалению что-то делать не меняются друзья просто дичайшие порывы какие-то ветра здесь краю близко и лучше не подходить с покажу вам море посмотрите на бескрайне эти просто нереально так не сдуло вниз вот так она выглядит с этой стороны давайте заглянем за заборчик вот так друзья друзья сейчас специально для вас будет эксклюзивный контент сейчас попробуем попасть во внутрь этой крепости правда сильный ветер не знаю как держать камеру на этой салфи-палке поиска на свалится с обрыва нам нужно вот сюда как-то пройти калитка закрыта но мы потому что там уже супер опасность друзья идем вот такая тропинка узкая конечно так можно камеру сделать подальше нет ну здесь ветер конечно сильный все друзья мы дошли до входа в крепость вот так здесь все выглядит возле этой крепости какой-то звон идет от ветра ветер проходит сквозь эти дощечки поле образуется звон слышно вам или нет на микрофоне не знаю так вот вход давайте сначала обойдем вокруг потом зайдем во внутрь вот так выглядит она со стороны такая площадка жаль что реконструкция почему-то завершилась и не продолжается конечно идти по таким дощечкам не безопасно но ради видов на балкалу можно сделать вон там где-то балкала так а сюда мы пролезем с вами или нет а дальше заканчивается дощечки смысла эти нету друзья вот такие виды вот сама крепость посмотрите из какого камня состоит интересно как его обрабатывали таки гладкая поверхность у него просто давайте пойдем во внутрь смотри она идет не ровно вот так вот так под наклоном сейчас зайдем во внутрь к сожалению нет фонарика не знаю будет ли что-нибудь видно на этой камере очень надеюсь что будет тут единственный вход он почему-то вот такой супер супер маленький там очень темно не хочется идти но здесь хоть ветра нету друзья куда мы с вами забрели ну что я могу сказать здесь очень много мусора откуда он мог взяться в крепости и вот наверх идет вот такой ход видите почему больше так сужается как они туда поднимались наверх интересно потому что никаких лестниц тут не было нам бы туда вот подняться сейчас друзья буду искать подъем возможно сможем с вами тоже туда подняться и покажу вам уже вид сверху не удалось подняться на второй этаж и вот честно вам говорю слышу какой-то здесь звон не знаю запишет ли это микрофон ну реально такое гудение зону запретите сюда вы сами почувствуете в общем вот такой второй этажик здесь круглая такая комната со всех сторон окна 1 2 3 4 4 окна вот здесь не окно было дверь прям дверь сохранилась я не знаю с каких она времен сильный ветер в общем смотрите сохранилась вот такая дверь скорее всего это уже новая дверь неконструкция какая-то была в общем вот такая плотная дверь глянем что снаружи снаружи у нас просто море и дичайший ветер сегодня там еще лодка в море плывет какая там плывет не представляю на этих вагнах в общем давайте с другой стороны тоже посмотрим в окошке посредине стоит вот такой колодец собственно говоря через него я и попал в эту крепость наверх спускаться нам конечно здесь жесть как придется если еле поднялся так давайте еще два окошка вот это окошко прям какой-то совсем узенькая посмотрите но вид с него просматривается такой замечательный давайте дойдем до конца вот такой видочек друзья эксклюзивные кадры для вас кто бы вам еще отсюда показал балаклава согласитесь просто шикарные кадры так давайте еще в другое окошко заглянем и здесь такое большое окно прям было смотровое ну тоже вид открывается на саму балаковскую бухту конечно кадры у нас сегодня нереальные так и что самое интересное здесь еще есть и третий этаж как вы могли понять но чтобы туда подняться я не знаю что нам нужно сделать по вот этой дощечке как-то пройти она конечно супер ненадежно укреплена но если я смогу по ней подняться то покажу вам вид там еще четвертый этаж есть блин друзья сколько здесь этажей в крепости давайте на третий подниматься потом если получится на четвертый на самую крышу так я на третьем этаже посмотрите какие эксклюзивные кадры здесь оказывается находится камин вот такой друзья посмотрите как круто здесь когда-то зажигали костры скорее всего отапливались готовили кушать давайте посмотрим куда выходит все это вот такая у них была кладка и вот такая труба вела вверх дымоход блин конечно не ожидал что здесь встречу такой каминчик просто невероятные кадры у нас с вами сегодня получились согласитесь вот здесь звон это вообще прям очень сильно слышен отсюда уже виды покруче смотрите там тадам тадам вот это шикарный уже вид конечно отсюда открывается просто фантастический да красота смотрите мы высоко уже поднялись с вами вот такой вид на саму балаклаву но я предлагаю подняться на самый верх на четвертый этаж интересно что будет там конечно балакали очень красивые горы посмотрите на них красота на четвертый этаж решил не подниматься не рисковать посмотрите по какой досточки нужно будет лезть она просто ничем не укреплена вот таким камнем только внизу а не хочется вызывать потом мчс чтобы нас все доставали когда я оттуда свалюсь ладно залезть залезть всегда намного проще но как я по ней буду слазить я не представляю еще внизу смотрите вот такая дыра которая ведет у нас на второй этаж поэтому падать на второй этаж четвертого мне что-то не особо хочется давайте будем уже спускаться итак получили эксклюзивные кадры с камином и вообще с этой с этой комнаты друзья если еще ни разу не был конечно очень впечатлением здесь получаю такие прям чувствуется дух истории еще такая погодка у нас ветер как будто сейчас война начнется в общем просто круто обязательно побывайте в балаклаве но мы сейчас с вами отправимся я не знаю скорее всего на серебряный пляж не пойдем потому что там сильный ветер волны мы все равно искупаться с вами сегодня не сможем поэтому давайте спустимся вот сюда к морю на смотровую площадочку в балаклавской бухте и посмотрим уже там на море на волны и пройдемся по набережной потом конечно я рад что мы сегодня смогли попасть вот в эту крепость крепость чембало это главная достопримечательность балаклавы все приезжают чтобы на нее посмотреть и к сожалению квадрокоптер мы снова запустить не сможем потому что сильный ветер но ничего это будет еще одним поводом чтобы вернуться в это замечательное место и все детально подснять даже виды с квадрокоптера но пока друзья вот так давайте спускаться и двигаться дальше так немножко таки кадры чтобы тут не свалился ой блин друзья чуть телефон не вылетел увидели мы мое испугленное лицо там оказывается снаружи просто сильный ветер я реально чуть телефона мне стоит селфи палки не вылетел зачем микрофон такой так давайте немножко по чуть-чуть будем доставать его в общем чтобы понимали где я вот в таком положении здесь сильный ветер ладно вы надеюсь и слышали какой ветер все чуть телефон не улетел я аж испугался все давайте спускаться пойдем поближе к морю посмотрим лучше на море я не очень разбираюсь в цветах поэтому кто знает название напишите пожалуйста в комментариях здесь очень много вот таких цветов очень похоже на подснежники но такого желтого цвета посмотрите это прям все возле крепости целая такая поляна цветов вот смотрите где крепость и здесь поляна этих цветов просто какая-то фантастика а с другой стороны у нас вид на бухту Балклавы вот такое бывает в феврале в Крыму чтобы вы понимали но скоро обещают заморозки неизвестно что будет с этими цветами надеюсь переживут будут настоящие подснежники под снегом так сфокусируем и телефон фокусируйся получше да друзья вот это красота конечно повезло нам увидеть цветочки просто фантастика спустился на набережную здесь творится конечно полная жесть обратите внимание на то какое здесь море это просто кисель из медуз и мусора ужас миллионы медуз смотрите они еще идут таким огромным слоем просто водой сюда прибило ветром и вот так они здесь располагаются в бухте чем дальше идешь тем их и больше посмотрите даже воды не видно просто что-то нереально плохое жесть конечно ой смотрите сюда кстати если долго смотреть напоминает лед но друзья это просто сотни тысяч медуз которых прибило к берегу и посмотрите сколько оказывается здесь мусора я просто честно говоря шокирован немного ну как сказать немного очень шокирован вообще жесть вот тут вот такая должна быть вода но она вся вот такая в бухте просто какая-то экологическая катастрофа нашел в балклаве нашего потерявшийся кота который раньше стоял на набережной сейчас он тоже на набережной но его перенесли немного в проволочек вот музей истории балклавы теперь эта скульптура находится здесь скульптура балклавским котам мы ее нашли ура вот так друзья музей истории балклавы влюбленным в море вот такой котейка такая у него рыбка в зубах поэтому будете в балклаве обязательно отыщите его сделайте с ним фотографии вот он находится в проволочке вот в таком вот спереди уже набережная у нас все отыщено из этого вот 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 вот